В канун выборов аналитики делают прогнозы возможных лидеров предвыборной гонки. При этом они отмечают, что в парламенте должна быть политическая конкуренция. Парламент должен быть представлен оппонентами. Это даст эффективный противовес, гарантирующий демократичность и учет интересов разных слоев населения при принятии законодательных решений, уверены аналитики. Что же касается молодых партий, то у них интересные и прогрессивные взгляды. Однако у них все еще впереди, отмечают специалисты. Тому избирателю надо перед тем, как идти на выборы, все надо очень фундаментально еще раз взвесить, взять программные документы, прочитать и как-то выбрать на самом деле с осознанием темы. Говорят уже известные вещи, говорят о реформах, допустим, здравоохранения, о реформах, допустим, в энергетике, о реформах, допустим, в системе образования, о строительстве, допустим, дорог. Но это уже есть в наших государственных программных документах, до 2017 года называется, устойчивое развитие страны. Не надо было повторять, это большая ошибка. Если эти депутаты внимательно следят за событиями такими в Кыргызстане, они должны были бы знать, что у нас есть план стратегического развития Кыргызской республики до 2017 года. Все там по полочкам расписано, вплоть до социальной поддержки, здравоохранения, государственной безопасности, внутренних дел, обороны, развития экономики, источников этой экономики, за счет развития промышленности, сельского хозяйства и так далее. Там все расписано. Продолжение следует...